Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». И сегодняшняя наша тема называется «Главные опасности лорзаболеваний». Сегодня у нас в студии Лисин Валерий Константинович, главный нештатный специалист от Рина Ларинголог, Министерство здравоохранения Ульяновской области. Здравствуйте! Здравствуйте! Валерий Константинович, скажите, пожалуйста, какие основные лорзаболевания встречаются? Наиболее часто встречающиеся заболевания в Ульяновской области, как и повсеместно, это острые воспалительные заболевания верхних дыхательных путей носа, глотки и гортани. Чаще всего встречаются заболевания острые риниты с вовлечением гайморовых пазух, клеток решетчатого лабиринта, лобных пазух – это наиболее часто встречающиеся заболевания. Также часто встречаются грозные осложнения ангин – это партнодизолярные абсцессы. И также, как следствие всего этого, развивается острые заболевания среднего уха. А может быть какие-то интересные случаи были именно из тех заболеваний, которые вы перечислили? Может быть, в вашей практике непосредственно? Сейчас буду пугать публику, честное слово. Пусть будет так, пусть люди знают. Ну вот недавно, летом был молодой человек, военнослужащий, фамилии не буду называть, у него был острый гемисинусит, то есть воспаление лобной пазухи и воспаление гайморовой пазухи. Но, к сожалению, у него уже развивалось сложное осложнение – это флегмоны орбиты. И мы ему предлагали операцию неоднократно. Он поздно обратился? Нет, он обратился только начало, но мы ему сразу же предложили операцию, а он отказался. И так вот протянул несколько дней. И получилось так, что он практически потерял зрение. Нам пришлось сделать массивные оперативные вмешательства, дренировать все содержимое. Но кое-как мы ему зрение все-таки восстановили, но потеря страта зрения была. То есть вот отсрочка оперативного вмешательства влечет за собой осложнение. А осложнения бывают разные. Вот первое осложнение, я вам сказал, это, в общем-то, поражение глазного яблока. Но также может развиться менингит, абсцесс мозга. То есть уже мозговые симптомы. Да-да-да, потому что контакт близкий идет. И с ними уже бороться гораздо сложнее. То есть вы сейчас этими словами подтвердили, что никогда нельзя заниматься самолечением, во-первых, и сразу обращаться к врачам. Это правильно? Ну, самолечение. Как при любом заболевании. Гигиеной надо заниматься. А вот самолечение, конечно, надо... Интернет, конечно, и помогает, и вредит. Потому что у каждого состояние разное. Интернет или какие-то советы? И советы. Состояние разное. И профессиональные. А трафареты дают одни и те же. И поэтому они один и тот же трафарет на себя направляют и могут себя завести. Ну, Валик Александрович, вы сказали хорошее слово, гигиеной надо заниматься. Да. То есть это профилактика, да? Конечно. То есть давайте вот хотя бы в двух-трех словах скажем, что это в себя включает и что под этим понятием вообще? Ну, это широкое понятие. Вот со стороны носа это широкое понятие. То есть поскольку мы уже вот десятилетиями занимаемся носовым дыханием, то есть делаем свободное носовое дыхание. А если будет свободное носовое дыхание, то не будет там, так сказать, застоя. А где застой, как в болоте, там гной. Вот, поэтому у нас основная профилактика, это, конечно, оперативное лечение, если у человека недостаточное дыхание. Второе, уже более, так сказать, для людей бытовое, это, конечно, мы же занимаемся гигиеной рук, гигиеной тела. Также заниматься надо гигиеной носа. Для этого существуют сейчас солевые растворы, то есть если у вас есть выделение из носа, то надо нос промывать. Вот это основное заболевание для носа. Для ротоглотки, в общем-то, когда у нас имеется, наш организм тесно сотрудничает с зубами, вот, и поэтому надо заниматься и зубным рядом, ну и, конечно, и миндальными горлом. То есть полоскание горла, препаратов очень много. Ну, то есть все взаимосвязано, да? Конечно. Все взаимосвязано и неразрывно. Александр Ильич, а вот тогда такой вопрос. Все-таки при каких симптомах, вот, что должно человека насторожить, да, чтобы он немедленно обратился все-таки к врачу? Ну, хотя бы первичная звена, да? Даже, ну, пусть даже сначала к терапевту, например, да, а потом уже к лор-врачу. Ну, как правило, к терапевту приходит, когда у нас имеется проявление острого начала. То есть остропростудное заболевание. Ну, острый спиратронный вирусный эффект какой-то. Да, именно это. А уже потом присоединяется гной. В редких случаях, конечно, сразу гнойное выделение, то есть нагнаивается сразу же. Поэтому, конечно, нужно идти к врачу общей практики, к терапевту, вот, и уже там уже выяснять все обстоятельства своего заболевания. Ну, такой насущный вопрос, я думаю, телезрители тоже это очень интересуют. По поводу вот гайморита, да, вы сказали. Ну, бытует такое мнение, что вот только прокол, да, гаймор, вот именно в области гайморных пазух там, да, помогает именно вот излечить гайморит, да, в дальнейшем. И ходят такие, как бы, ну, не байки, там, я не знаю даже, как это назвать, что после прокола может снова опять это все вернуться, может быть даже еще хуже быть, вот по этому поводу, что вы можете сказать? Ну, еще древние говорили, где гной, там вскрой. Там вскрой. Пещеру, как вы вскроете пещеру без прокола? Если дренажа нет. Да, дренажа нет, гаймора у пазуха, это, по сути, костная пещера, и ее невозможно открыть. Тут, как говорится, палка о двух концах. Не надо, как говорится, по каждому поводу ее прокалывать, но не надо запускать. Все должно быть разумно. Решает специалист. Конечно, конечно, конечно. Поэтому, где гной, там вскрой. И те варианты, когда говорят, только начал колоть, это неправильно, будем говорить так. Потому что здесь, если есть гной, то его надо лечить, его надо вводить. Я вам уже приводил пример, когда человек не вывел гной, он потерял глаз. Александр Ильич, ну, вот, как главный специалист, вас хочу спросить. Скажи, пожалуйста, вот, именно вот, если лор-заболевание, да, есть такая категория, наверное, онкологии тоже, да, встречающаяся именно со стороны лор-органов. Вот в вашей практике, может быть, какие-то встречались тоже случаи, да, и вот что должно обязательно насторожить врача, да, и именно вот прибегнуть уже к каким-то кардинальным мерам, да, или направить к онкологу. Вот расскажите, пожалуйста, об этой части. Ну, в последнее время участились случаи предраковых заболеваний гортани. То есть именно на голосовых складках, то, что влияет на наш голос, образуются предраковые опухоли, так будем говорить. Это фибропапилломы, там, папилломы и так далее, и так далее, и так далее. Это как бы предраковое состояние, вирус поражает. Вот, но это может развиться и в более грозные осложнения. Поэтому, конечно, если у вас изменился голос, если он длительно изменился, особенно у курящих и так далее, и так далее, то нужно обратиться к врачу. И мы сейчас этими вещами очень-таки хорошо занимаемся, уже отработаны у нас. То есть мы проводим оперативное лечение, отправляем материал на гистологическое исследование. Если необходимо, гистохимический анализ у нас уже есть. То есть чтобы подтверждение было и сразу уже. Да, подтверждение. И если все это подтверждается, мы пытаемся поймать раку на ранней стадии, чтобы у человека сохранить голос и здоровье, и отправляем в онкодиспансер. То есть чтобы было стопроцентное излечение, получается? Ну, мы стараемся, конечно. Стопроцентное излечение. Да. Марис Анатольевич, а вот еще такой вопрос по поводу, ну, очень часто мам, особенно молодых, очень интересует по поводу детей вот анденоиды. Вот что вы можете об этом сказать? Потому что, ну, все считают, вот анденоиды, да, вот ребенок часто болеет, простудные заболевания, и причина вот именно вот в аденоидах, да? И вот нужно ли их там удалять или резекцию проводить? Вот по этой теме что вы можете сказать? Ну, ребенок входит в наш мир незащищенный. У него нет контакта с инфекцией. Контакт с инфекцией начинается активный, там, 3-5 лет. И именно в это время, когда ребенок посещает детский сад и так далее, то есть уже когда в социальную среду входит, он контактирует с другими детьми и получает инфекцию. А плацдарм инфекции – это именно где есть лимфоидная ткань. Она есть в носоглотке, то есть это дыхание, миндалины, вот это пища и так далее, так далее, так далее. И вы сейчас, наверное, по пандемии ковида поняли, что значит первый раз столкнуться с инфекцией. Так вот дети с 3 до 5 лет, как правило, они вот именно первый раз сталкиваются с инфекцией. Представляете, как им тяжело? Вот. И пока иммунитет у них не выработается, это и будет так. Ну не зря же говорят, что дети, в принципе, они даже, ну не то, что должны болеть, да, но они болеют и вырабатывается иммунитет, как раз иммунная система работает. Конечно, конечно, они без этого не могут, они не могут войти в мир, потому что если этим не заниматься, то в школе это будет еще сложнее. Но все-таки вот возвращаясь к теме аденоидов, когда принимается решение, удалять их надо или резекцию? Это только доктор. Индивидуально все? Потому что, да, потому что это лимфоидная ткань, а лимфоидная ткань – это защита. И ее надо убирать очень-очень аккуратно. То есть в организме ничего лишнего нет? Нет, у детей аденоидид, то есть когда есть воспаление самой лимфоидной ткани. Вот с этим надо бороться. А с аденоидами они потом исчезают. То есть они выполнили свою функцию и исчезнут. Александр Анатольевич, а вот как вы, вот мы уже говорили сейчас о первичном звене, что все-таки терапевт, врач общей практики – это первая такая инстанция, куда обращаются пациенты даже там, ну с какой-то симптоматикой лорозаболеваний, да? Это первая такая инстанция. Ну вот скажите, а как вы, как главный специалист, можете сказать, что нужно сделать, чтобы вот это вот звено, да, вот первичное звено, да, взаимодействовало именно вот, ну, скажем, со специалистами вашего уровня, то есть вот я имею в виду с лор-специалистами. Нет, они должны быть, как говорится, информированы про наши заболевания. Ну да, чтобы вовремя направить, там, вовремя процентировать. А главное, чтобы лишнего не направлять, то есть не гонять пациента с температурой и с головной болью, обусловленным давлением, а не заболеванием придаточных пазух носа, а чтобы он назначал золотой стандарт. У нас есть золотой стандарт. Вот мы планируем провести, так сказать, обучающие лекции для врачей общей практики, вот, чтобы было понимание, когда надо направлять и с какой патологией, потому что здесь очень много нюансов, и я не буду тратить время. Ну, это все правильно, потому что вот, ну, система должна работать, да? А чтобы система работала, должны быть обучающие такие семинары, причем они должны системно проходить, системно, с определенной периодичностью. Потому что все новые и новые врачи приходят, и они же не ведают, не владеют этой информацией, которую мы раньше давали. Ну, я знаю, что вы уже около 10 лет, по-моему, главный специалист, да, утреноларинголог, да, министер захоронения Ульяновской области. И поэтому вот вы видите все это уже, да, глубже изнутри. И вот какие еще у вас, может быть, планы? Вот вы сейчас сказали, да, семинары, может, еще что-то приходит такое. Что еще? Вот информированность вы сказали, да? Понятно, что нужно обучать терапевтов, там, врачей общей практики. А вот самих пациентов тоже, наверное, надо как-то обучать? Может быть, буклеты какие-то, может быть, какую-то, я не знаю, там, информацию им давать дополнительную. Или пусть врач все-таки решает сам, самостоятельно, все индивидуально. Ну, информированность населения должна расти, конечно, потому что это их не здоровье. Как говорится, если тебе не нужно твое тело, оно не нужно никому. Ну, это уже, конечно, так это, несколько жестко сказано. Но все равно каждый человек должен следить за своим здоровьем. Он обязан это делать. Вот. И поэтому он должен знать набор мер профилактических, которые его предотвратят от грозных осложнений. Вот поэтому, конечно... Ну, вот вы сказали, вот мне очень понравилось, что должна быть гигиена, да? Да, да. Лор органов, да? Это касается и горла, там, и носовых пазух, да, и так далее. Ну, пациенты тоже должны знать эти правила какой-то гигиены, да? Может быть, это действительно... Нет, это в этом плане, конечно, надо информировать, да. Да, информировать надо. Ну, и тому подтверждение нашей программы сегодняшней, да? Мы как раз на это и нацелены. Ну, еще хочу такой вопрос спросить. Сейчас вот смотришь, вот на улицу идешь, да? Молодежь, вот все вот эти с наушниками, да, вот ходят там все время, музыку громко слушают, да? Какая-то вот... Вот есть какой-то вот фактор, действительно, вреда вот именно вот, может быть, наушные раковины? Ну, просто как специалист лор именно, патология. Ну, мы недалеко ушли от природы, как говорится. А в природе человек смотрит вдаль и слышит вдаль, издалька. Вот. И у него он улавливает тихие звуки. А наушники, он к этому еще не привык. Наушники, источник звука находится в ушной раковине. Не около ушной раковины, не метр, не километр, а в ушной раковине. И давление на барабанную перепонку во многом, во много раз больше. Вот там есть две мышцы. Одна ослабляет звук, другая усиливает. Вот мышца, которая усиливает звук, она хорошо развита, а которая ослабляет, нельзя все время 120 дБ давать наушную раковину. Ну, понятно. Значит, вот я хочу, чтобы именно молодежь нас сейчас услышала, да, но хотя бы, чтобы это было пореже, да, потому что все-таки лучше слушать вот в живую музыку, правильно? Ходить на концерты, посещать спектакли. Вот живое общение, живые вот, тем более, мы сейчас, я считаю, что уже, как говорится, побеждаем ковид потихонечку, да, вот, идем к этой цели общими усилиями, да, и, значит, и я считаю, что сейчас уже возвращаемся потихонечку к такой, к нашей обыденной жизни. Я считаю, что вот это должно лучше в нашу жизнь входить, правильно? Конечно, конечно. Живая музыка, живые вот эти децибелы, как говорится, да, вот, Александр Анатольевич, ну, и еще такой вопрос по поводу тоже лоропатологии, значит, вот, вы сказали заболевания, да, вот, лор, часто встречающиеся, да, все-таки вот, какие заболевания, именно лорозаболевания, вы бы отнесли вот к более таким грозным и дающим часто осложнения, ну, чтобы вот пациенты тоже знали и медики, которые нас смотрят? Любое заболевание лорозов может осложниться и привести к катастрофе, любое заболевание, просто не надо запускать, не надо запускать, нужно вовремя обращаться к врачу. Очень правильный совет. Александр Анатольевич, ну, еще тогда такой вопрос, вот, лорозаболевания, да, лорозаболевания, их множество, вы сейчас перечислили, да, вот, какие из них, вот, ну, вы сказали, какая симптоматика должна пациента насторожить? Значит, и вот, все-таки, возвращаясь к тому вопросу, да, все-таки, какие симптомы у человека, вот, должны, все-таки, ему подсказать, да, что надо, да, настороженность, вот, в чем должны быть? Ну, это, во-первых, повышение температуры. Так. Это, во-вторых, это гнойное выделение, допустим, износа. Это, допустим, боли в горле и высокая температура, головная боль. То есть, все признаки острого инфекционного процесса. Вот, острый инфекционный процесс должен пациента привести к врачу. Ну, это правильно, да. Ну, еще, Александр Анатольевич, вот, мы говорим, при любом хроническом заболевании, да, при любом, значит, вредные привычки, они, конечно, не очень хорошо влияют, да, это и курение, и злоупотребление алкоголем, да, и низкая двигательная активность. Ну, я к ним еще отнесу, наверное, может быть, переохлаждение там, перегревание, наверное, тоже это такое, да? Ну, если нет закаливания, кажется. Да, не с нет закаливания, то есть, если человек не занимается этим, то тоже этого не допускать нельзя. Вот, что по этому поводу скажете, именно по вредным привычкам, насколько вот они провоцируют именно вот заболевания лорорганов? Они снижают общий иммунитет. Все-таки вот коммунитет. А это, если снижен иммунитет, то... Сопротивляемости нет. Сопротивляемости нет, и... И пошли осложнения. Резко завалять усиливается. Спасибо большое. Ну, и в заключение нашей программы, может быть, такие обычные, такие практические советы, как от практикующего врача, от оториноларинголога, нашим телезрителям. Занимайтесь спортом, ходите в баню, и все будет хорошо. Спасибо большое. Пожалуйста. Ну, что ж, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю здоровья. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok